Привет, студент! Учеба только началась, а мы уже готовы рассказать тебе о новостях студенческой жизни. Ты смотришь Универньюз. С тобой Петрова Дарья. Смотри сегодня в выпуске. Робототехника в IT-лицея КФУ. Ректор университета посетил новые оборудованные классы. Даешь танцы в спорт. Прекрасный чермидинг покорил Татарстан. Сейчас задать вопросы, спросить совета и просто поговорить можно не только со своей подругой или другом, но и роботом Евой, которая появилась в IT-лицее Казанского федерального. Но школьников можно будет удивить не только этим роботом. О том, что еще интересного можно будет увидеть в специализированных классах, расскажет Анна Глазунова. В IT-лицее Казанского федерального оборудован новый класс с уникальной робототехникой. Ректор университета Ильшат Гафуров посетил эти классы и лично проконтролировал работу новейшего оборудования и то, как оно применяется на практике. Были продемонстрированы роботы-пауки, учитель-робот Ева и конструкторские наборы для дальнейшей сборки роботов. Было очень важно, чтобы наши лицеисты после плановых занятий имели возможность что-то самостоятельно конструировать. Аналогичные, но более сложные системы устанавливаются в инженерном институте, в высшей школе информационных систем и технологий. Я думаю, это разные ступени подготовки специалистов для работы в этой области. Такие классы были оборудованы благодаря компании «Андроидная техника», с которой Казанский федеральный подписал соглашение о сотрудничестве около трех лет назад. И сейчас эти идеи уже воплощаются в жизнь. Мы ведем активные проекты по различным программам. Открыт ряд лабораторий в инженерном институте Казанского федерального университета. И на данный момент в IT-лицее открыт класс, который, можно сказать, аналогов в России нет. Это класс по робототехнике биоморфной. Казанский федеральный университет является одним из самых инновационных вузов в России, с которым приятно сотрудничать и которые открыты к новым идеям. И они смело воплощают идеи шестого технологического процесса в жизни. Уже в середине февраля этого года школьники впервые смогут прикоснуться к настоящим роботам. Здесь будет проходить такая постоянная работа, такой лабораторный комплекс, практикум, технопарк, как угодно это можно назвать. То есть здесь планируется, что помещение будет открыто, но, конечно, с дежурным каким-то сотрудником, который будет следить за порядком. И, во-первых, это, конечно, наши школьники, которые будут здесь заниматься. Потом студенты инженерного института, которые здесь будут проходить практику и будут в том числе заниматься нашими школьниками. Они научатся программировать андроидных и биоморфных роботов, а также попробуют собрать их сами. И уже поступая в университет, они будут иметь навык работы с робототехникой. Мы можем каждый день говорить о работе техники, обойти направление, но лучше это научиться делать со школьницами. И складывается все это в седьмом, восьмом, девятом классе. Мы должны сделать так, чтобы наши выпускники легко находили себе работу и были востребованы в любых областях. Сейчас применение роботов очень обширно. Они задействованы в разных сферах. К примеру, промышленно-медицинской или социальной. Поэтому использование робототехники в специализированных классах позволит IT-лицею Казанского федерального вывести учебный процесс на новый уровень. Анна Глазунова, Роман Самарин, Универньюз. 10 февраля в Казанском федеральном университете отмечают сразу два значимых события. Юбилеи двух заслуженных профессоров КФУ. 85-летие празднует слепак Захар Моисеевич и 90-летие Железнов Борис Леонидович. Предлагаем посмотреть кадры с торжественных мероприятий. Я хочу сказать, Хармон Алексеевич, огромные слова вам благодарности за ваш труд, за то, что вы и сегодня очень активны, и всегда вместе с нами на всех наших переломных моментах. Очень фантастический, был такой интересный. Университет, наша армомата, где в принципе прошла вся ваша жизнь. 10 февраля в Институте международных отношений, истории и востоковедения КФУ прошло празднование Дня дипломатического работника. Как это было, ты узнаешь в нашем следующем сюжете. Дипломатический работник. А студентка второго курса даже посвятила стихотворение дипломатическим работникам. Ты, говорят, устал. Идет молба такая. Но что бы ни сказал простой народ, ты личность важная, прямая. Ты любишь делать все дела в определенно точный срок. И вот, когда, казалось бы, на внешнем фронте душу и турагана, ты выпиваешь нервно-крепкий кофе и временишь со сном. Авторитет страны оставит больший ядер. Не важно, в какой точке мира, в какой трудный для нас сход. Стоит отметить, что среди дипломатов бытует версия, что День дипломатического работника отмечается 10 февраля. Потому что именно на этот день, 1549 года, приходится наиболее раннее упоминание посольского приказа первого внешнеполитического ведомства России. Диана Шилова, Леонид Ультяров, Универньюз. Школьницам и студенткам Татарстана предстоит забыть о стеснении и привести республике новые победы. Именно те, которые завоевывали певица Мадонна, Дакота Джонсон и еще целый ряд прекрасных представительниц шоу-бизнеса. Что связывает зарубежных звезд и девушек Татарстана, выясняла Аделя Шимилова. Как известно, черлидинг доступен в любом возрасте и в каждом уголке страны, в том числе и в Татарстане. О том, насколько динамично развивается данный вид спорта в республике и его спортивной столице, разговор шел на очередной пресс-конференции в стенах Высшей школы журналистики и медиакоммуникации Казанского федерального университета. Наша задача развивать этот прекрасный спорт на территории республики. Типосредством создания команд, обучения тренеров, обучения судей, привлечения инвестиций, в том числе и в наш спорт. То есть формирование сильной сборной команды для того, чтобы она могла быть конкурентоспособна на общероссийском и международном уровне. Главными спикерами встречи стали президент и вице-президент Федерации черлидинга в республике Татарстан. Разговор с представителями прессы и студентами Высшей школы журналистики начался с хорошей повестки. Спикеры объявили, что в воскресенье 12 февраля Федерация черлидинга республики открывает свои двери всем желающим на отборочный турнир на формирование команды для первенства России. Данный чемпионат состоится 24 и 25 февраля в Москве. Это в первую очередь говорит о том, что наши черлидеры теперь спортсмены, которые имеют возможность получать спортивные разряды и звания и стремиться к получению звания мастер спорта Российской Федерации. То есть это является большим стимулом. Столь зрелищный вид спорта, который сочетает в себе элементы шоу и акробатику, изначально был придуман американскими студентами. Считается, что самые популярные девушки университетов, колледжей и школ обязательно должны проявить свой талант и грацию в черлидинге. В разное время среди черлидеров были такие звезды, как Мадонна, Мэрил Стрип, Сандра Балок и другие. Красивую звездную традицию с удовольствием поддержали и казанские тинейджеры. В дальнейшем мы собираемся поехать на первенство России, которое состоится в Москве в конце февраля. Будем также развиваться, достигать новых целей. Мы очень хотим попасть на международные старты, так как у спортсменов самая главная цель – добиваться своего, так как мы такие целеустремленные и очень хочется и мастеров спорта выполнить. Многие ошибочно полагают, что черлидинг нужен исключительно для обеспечения энергичной группы поддержки для спортивных соревнований. Однако это заблуждение, причем весьма ошибочное. На сегодняшний день черлидинг уже не привязан к различным спортивным событиям, а является самодостаточной единицей со своей ассоциацией, чемпионами и невероятно развитой творческой танцевальной составляющей, превратившей выступления черлидеров в настоящее шоу. Абеля Шамилова, Андрей Багудинов, Универ Ньюз. Вот и все новости на сегодня. Учись, самосовершенствуйся и смотри Универ Ньюз. До встречи! Субтитры подогнал «Симон»!